Всем привет! Я рада вас приветствовать в новой стране. И здесь начинается новая страница моего блога. Сегодняшнее видео будет о новой стране. Стране, которая стала победителем чемпионата мира 2022. Где красивые парни, брюнетки, девушки танцуют танго. Где невероятно вкусные стейки с вином и очень дешевые. Где все сезоны года наоборот чем в России. И конечно же вы уже отгадали. И не просто так я в этой майке Месси. Мы в Аргентине. Буэнос-Айрес. Если вам интересно, как же живут на другом материке в Латинской Америке, почему приезжают сюда русские, почему здесь плохо жить, а почему хорошо, смотрите обязательно это видео до конца. Мои дорогие зрители, сразу предупреждаю, что это видео будет очень эмоциональное. Потому что я здесь делюсь своими настоящими эмоциями. О том, что я переживаю сейчас в моменте, когда я переехала в эту страну. И не все так гладко и не все так красиво, как может казаться в инстаграме у других блогеров. Переезд в новую страну, он всегда вызывает определенный стресс. И поэтому сегодня в этом видео я поделюсь своими настоящими эмоциями, чувствами, что я переживаю спустя неделю. Как прошла эта первая неделя в Аргентине. Почему же изначально мы выбрали Аргентину и почему после Бали мы решили приехать в Аргентину. Ну собственно, что происходило. После пяти месяцев жизни на острове нам захотелось все-таки вернуться в городскую жизнь. Мы соскучились по городской жизни. Нам не хватало динамики города, движения, энергии. Ну и собственно, мы стали смотреть какие-то города, другие страны, где мы можем получить такую городскую жизнь, доступную для нас по бюджету. Несложная по въезду, соответственно, по оформлению виз, чтобы это было недорого. На что также мы обращали внимание на то, чтобы в стране была смена климата. Устали от постоянной одной температуры, жары, влажности на Бали. Также для нас было очень важно наличие парков, инфраструктуры для прогулок, для пробежек в городе. В списке сравнения у нас была Турция, также были страны Восточной Европы безвизовые для въезда русских граждан. И в поле нашего внимания попала Аргентина. Мы стали изучать этот вопрос, и как оказалось, по всем пунктам Аргентина выглядела для нас очень привлекательной. Несмотря, конечно, на 33-часовой перелет и другую тайм-зону, мы решили, а почему бы нет? Здорово, Аргентина огромная страна, возможно, даже будет возможность у нас попутешествовать в этой стране. И, недолго думая, мы купили билеты в Аргентину-Буэнос-Айрес. Кстати, обязательно напишите, были ли вы в Аргентине или нет? И что думаете по поводу нашего выбора места новой жизни на следующие три месяца? Вообще, рискнули ли бы вы, приехали ли вы в Аргентину? Или считаете, что этот выбор был у нас ошибочный? В первую очередь я хочу с вами поделиться, как мы добирались с Бали в Аргентину. Наш перелет был 33 часа. Это точно заслуживает вашего внимания. Мы вылетали из Джакарты. В Джакарту, столицу Индонезии, мы прилетели за два дня с Бали, острова Бали. Чтобы что-то подкупить, мы закупились там электронную технику, там, в Джакарте, потому что нам сказали, что в Аргентине это будет дороже, нужно было обновить наушники на телефон. Также мы походили там, купили все вещи, которые необходимы для такого долгого перелета, потому что действительно хотелось создать какой-то такой, знаете, комфорт и уют в самолете, потому что мы летели не бизнес-классом, мы летели эконом, а эфиопские авиалинии. И сейчас я расскажу, как прошел наш полет. В целом, заберегая вперед, я хочу сказать, что я, если честно, ожидала, наверное, худшего от этого перелета, но в целом все было достаточно быстро, комфортно. Вылетали мы вечером, вылетали мы из Джакарты, ночью в районе часа мы призелились в Бангкоке, там, знаете, я чувствовала себя, как в маршрутке какой-то, там сели дополнительные люди, кто-то вышел в самолет, дальше мы полетели, и у нас была первая остановка смены самолетов, пересадка в Эфиопии. Доброе буддабское утро! Мы прилетели, 8 часов полета позади, сейчас у нас пересадка в Абудабе 3 часа, следующая точка уже будет, по-моему, через 16 часов. В целом, чувствую себя отлично, перелет был ночной, поэтому 8 часов я практически спала, ну и, конечно же, в этот раз, так как этот перелет 33 часа с одной пересадкой и с двумя дозаправками, я позаботилась о нашем комфорте. Конечно же, чулочки компрессионные вообще решают, первый раз ими пользовалась, но сейчас я в компрессионных чулочках, также я купила специальные масочки для перелета, и маски увлажняющие для лица, и, ну и, конечно же, подушки для перелета. Полный комплект, описание, что нужно взять с собой в длинный перелет, я оставлю в своем телеграм-канале. Переходите по ссылочке в описании к видео, пользуйтесь, действительно важная информация для тех, кто собирается лететь длинным перелетом. И дальше начался самый длинный перелет в Бразилию. Собственно, мы приземлились в Бразилии, там дозаправились, кто-то вышел, кто-то вошел, как всегда. И последние 3 или 4 часа мы летели уже из Бразилии в Буэнос-Айрес. Собственно, последние часы были самые тяжелые, но, наверное, уже предвкушение того, что мы практически уже прилетели, и что уже хочется выходить, наверное, из-за этого. Ну, и уже ты понимаешь, что последние 3 часа ты уже там толком не поспишь в таком ожидании, поэтому мне уже хотелось побыстрее завершить этот полет. Но так как мы летели в обратную сторону на сокращение времени, мы по факту потратили, ну, там, меньше суток, ну, и мы приземлились в пятницу вечером, а выехали в четверг вечера. Но по факту мы летели 33 часа, то есть мы попали в какое-то такое межвременное пространство. Собственно, когда мы прилетели, уже была ночь, вечер в Аргентине, темно, и мы уже ничего не посмотрели. Мы поехали сразу, заселились на 2 дня в отель. Ну, и первое, с чем мы столкнулись, это с тем, что практически никто не говорит на английском языке. И если вы не знаете испанский язык, то вы будете испытывать дискомфорт в коммуникации с людьми на обычные бытовые вопросы. И, конечно же, это будет добавлять дополнительный стресс. Собственно, этот стресс я испытываю сейчас каждый день. Я только начала учить испанский язык, но по практике понимаю, что для изучения языка, чтобы начать свободно на нем говорить, нужно потратить как минимум год. Ну, что я здесь объясняюсь на пальцах, как-то на ломаном русском, английском, испанском. Ну, конечно же, знаете, язык до Киева доведет. И, конечно же, вы решите все свои вопросы, но как бы просто знайте, что многие здесь не говорят на английском языке. Если вы планируете приехать сюда на какой-то длительный период, либо пожить, либо попутешествовать по Латинской Америке, то смело начинайте учить испанский язык уже сейчас. Первые мои впечатления о Аргентине и Буэнос-Айресе, конечно же, связаны с джетлагом. Собственно, лично я думала, что джетлаг я просто проскочу, посплю и будет как обычно. Ну, то же самое состояние, когда мы прилетели на Бали. Но разница у Бали и Буэнос-Айреса 11 часов. Поэтому мы, когда сюда прилетели, было ужасное состояние в течение, наверное, 3-4 дней. Какое же это было состояние? То есть нужно было поменять свой обычный режим дня наоборот. То есть в то время, когда мы бодрствовали на Бали, здесь в Буэнос-Айресе мы спим. И наоборот. Я спала в районе 10 часов нормально ночью. То есть не было у меня бессонницы. Я просыпалась в 6 утра. И уже в 12 часов дня я хотела спать. Такое было состояние, знаете, как после праздника, такого хорошего праздника, после Нового года, когда ты отгулял все праздники. И вроде бы было весело, но у тебя эмоциональные качели, эмоции идут вниз. И ты чувствуешь такую печаль, грусть. Хотя никаких причин для этого нет. Собственно, видимо, была такая гормональная перестройка у меня. И, конечно же, джетлаг накладывал на меня мое восприятие реальности. И, конечно же, вот с такими грустными, печальными эмоциями Буэнос-Айрес выглядел очень таким забавным. Об этом я сейчас вам расскажу. Приехали мы в период карнавала. И, конечно же, латиноамериканские карнавалы, ну, наверное, все об этом слышали. Особенно о карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Поэтому, когда мы приехали сюда и узнали, что сейчас 4 дня карнавала, конечно же, мы решили их посетить. Меньше слов, давайте это посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Мы специально не готовились к карнавалу. Мы не знали, что карнавал будет, поэтому заранее не изучали всю программу, все мероприятия. И мне удалось посетить один вечер, день перед закрытием. Это был такой районный карнавал, праздник, празднование карнавала, где в такой спортивной коробке собрались все жители близлежащего района Палермо. Были выступления, выступления специальной группы, таких групп в Буэнос-Айресе районе больше там 100. И, как я понимаю, эти группы состоят из местных жителей. Если ты хочешь выступать на карнавале, ты можешь присоединиться к этой группе. второй день мы уже провели на закрытии, и, конечно же, второй день был более масштабный, но я ожидала, если честно, большего. То есть, я считаю, что это такая была у нас подготовка к бразильскому карнавалу. Очень хочу посетить теперь карнавал в Рио-де-Жанейро, сравнить с аргентинским карнавалом. И мне очень хочется выступить на этом карнавале, сделать себе костюм. В общем, не забывайте подписываться на мои каналы и обязательно смотрите мое выступление в будущем на карнавале. Но есть огромный минус карнавала. И угадайте какой? Все было закрыто. Были закрыты кафе, рестораны. И так как мы приехали прямо в празднование, в четыре дня праздников последних выходных карнавала, нам вообще сложно было понять, а какая настоящая жизнь здесь, в Аргентине. Все магазины закрыты обычно решетками, либо какими-то такими железными ставнями, что ты даже не можешь представить, что за этими страшными железными ставнями скрывается какое-то очень милое козье кафешка, ресторан, помещение. И, конечно же, когда я видела все эти решетки, плюс мое такое апатичное настроение после джетлага. И это навевало мне еще большую какую-то грузь. Я думала, боже мой, в какой город мы попали, где весь сервис, где красивые кафешки, как на Бали. Но, в общем, первое мое впечатление было такое очень смазанное. И я не понимала, а какая же настоящая жизнь в Буэнос-Айресе. В общем, сейчас мы проведем экскурсию по нашим апартаментам. приглашаю вас в гости. Покажу, как мы здесь обустроились и живем. Welcome! Я специально к нашему приходу не убиралась, чтобы вам показать, как это выглядит в реальной жизни. Ну, собственно, давайте посмотрим наши апартаменты. Собственно, когда заходишь, здесь зеркало в пол, сейф для хранения важных документов. Большой минус нету шкафа. Я вообще так была расстроена, что нет шкафа. И посмотрите на потолки. явно экономили, хотя в общий стиль вписывается интерьера, но мне напоминает мой гараж в Ростовской области. Здесь у нас ванны. Во многих ресторанах, кафе есть биде, то есть здесь в Аргентине это норма, душ с лейкой, зеркало. И обратите внимание на суперстранные розетки. Собственно, они здесь такие, и для того, чтобы пользоваться, нужно специальный переходник для европейских розеток. пройдем сюда. Собственно, здесь мы уже сделали перестановку. Изначально кровать стояла посередине, стол возле окна, но это было жутко неудобно, занимало много пространства. Визор, которым мы не пользуемся, и маленькая кухня с холодильником, с микроволновкой, и вот такой у нас вид из окна. В Бенес-Айресе началась осень, но видно вот это неосеннее листва. Эти апартаменты мы сняли за 1200 долларов. Это недешево, это вообще too much, и на самом деле я, конечно же, расстроилась, что такого формата апартаменты обошлись для нас так дорого здесь, в Аргентине, но, наверное, мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Этот вариант был в рекомендациях в одном из видео или в канале русском про переезд в Аргентину, и мы решили его снять. Почему сразу сняли на месяц? Потому что хотелось выбирать дальше жилье уже здесь, будучи в Аргентине, смотреть варианты, уже по факту приходить, общаться с риэлторами, но, опять же, так как здесь мы сейчас снимаем на следующие 2-3 месяца жилье в Аргентине, то я столкнулась с следующим, что риэлторы, русские риэлторы, компании просят в размере одного месяца аренды жилья оплату услуг, также, скорее всего, будет какой-то в размере одного месяца депозит на квартиру, и, возможно, какие-то там комиссии дополнительные, так как риэлторы русские, конечно же, являются посредниками между обычно либо агентствами недвижимости здесь в Аргентине, либо собственниками квартир, поэтому, если мы сейчас снимаем на короткий срок, там, 2-3 месяца, аренда через посредников, она получается вообще невыгодной, конечно же, если на какой-то долгосрок, там, на 1 год снимать, конечно же, этот вариант стоит рассматривать, поэтому сейчас я пошла по пути наименьшего сопротивления, буду следующее жилье снимать в Airbnb, также есть местные здесь сайты, аналоги площадок Airbnb, Авито, но все там на испанском, и поэтому будьте готовы, что с собственниками квартир или риэлторами вам придется общаться на испанском языке. А еще, когда мы прилетели, нас встречал русский сопровождающий, кто организует такую встречу, когда ты приезжаешь в город первый раз, помогает с какими-то бытовыми вопросами, трансфер, заселение, обмен валюты, и мы приезжали через вот эти вот вижья неблагоприятные районы города, и это было ночью, и наш гид прям реально меня немножко запугал, он закрывал постоянно двери, говорил, что ну вы там если что будьте внимательны, сейчас могут кто-то открыть двери и нас ограбить, ну и в целом, когда мы ехали сюда, многие говорили о том, что будьте аккуратны, телефоны не носите на улице, телефоны выдергиваются, и первое время я прям очень сильно по этому поводу запаривалась, телефон для меня это мой рабочий инструмент, и именно поэтому я купила для своего телефона шнурок, но уже сейчас я вижу, что в городе очень много полиции, которые ходят по улице, ездят на мотоциклах, следят за порядком, и вот этот вот первый мой страх, переживания, они, конечно же, уже прошли, но я как бы следую тем инструкциям, которые мне были даны, свой телефон держу крепко, и очень надеюсь, что при съемках моих видео ни один телефон мне не пострадает. Сейчас в Аргентине начало марта, соответственно, началась осень. Здесь все сезоны года наоборот в сравнении с Россией, но сейчас вот знаете, вот это состояние погоды как бабье лето в России. Сейчас на улице 36 градусов, прям too much. Я уже жду, когда начнется такая осень с температурой 25 градусов, потому что действительно у меня даже нету одежды после бали такой городской летний, то есть есть какие-то летние платья, но они точно не подходят для города. Идем мы в этот ботанический сад, он свободный, бесплатный для входа, и все желающие могут посетить этот сад. на контрасте конечно же с Бали мы были приятно удивлены, сколько много зелени в городе Буэнос-Айрес, невероятные удобные парки, ну вот мы сейчас с вами гуляем по парку и как будто бы оказались уже не в городе, а в какой-то лесной зоне. И конечно же мы понимаем, что мы просто соскучились по городской жизни. После пяти месяцев на Бали просто я наслаждаюсь этим городским вайбом, красивая архитектура, машины, автобусы, общественный транспорт. Я не знала, что можно скучать по этому. Музыка 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 ну и конечно же приятно удивил городской транспорт точнее стоимость общественного транспорта стоимость поездки в метро 42 песо 42 песо это восемь с половиной ну там девять рублей вы представляете поездка в на общественном транспорте стоит 9 рублей сколько сейчас москве по-моему мы уезжали стоило что-то в районе 50 рублей ну точно в сравнении с нашими российскими ценами здесь я не знаю в 3 в 4 а то и более там сравнение от города дешевле чем в россии также не знаю это довольно таки странно но на улице города очень много местных жителей с собаками видимо здесь такое есть негласное правило что каждый уважающий житель бонус айреса должен себя себе завести собаку с одной стороны это очень так мило сокют а с другой стороны у этой особенности есть негативная сторона здесь многие жители не убирают за своими собаками на улице соответственно будьте аккуратны и смотрите под ноги чтобы не вляпаться и конечно же на фоне там такой красоты города и зелени вы видите гуляющих собак за которыми не убирают и соответственно это как определенные нечистоты грязно это откладывает такой негативный осадок от восприятия города но и в целом если посмотреть на улице бонус айреса то можно заметить что в сравнении конечно с москвой здесь не так чисто город не так не убирают так не чистят если бы в метро у вас просили а вы русская и потом бы спросили а вы беременны как вы бы на это отреагировали но и как бы глядя на меня когда у меня нету живота как бы немножко было стрёмно но это я немножко авто по забегая вперед это главная причина почему сейчас русские приезжают в аргентину многие русские приезжают в аргентину рожать почему же потому что если вы рожаете здесь ребенка то ваш ребенок сразу же получает аргентинский паспорт то есть по факту вы рожаете здесь аргентинчика и спустя время вы также родители можете получить паспорт и этот паспорт дает возможность посещать порядка там больше, по-моему, 170 стран в безвизовом режиме, в безвизовом формате. На фоне этого был здесь недавно скандал, СМИ об этом писали, что здесь мафия, что здесь русские едут все рожать. И, конечно же, есть такое общеинформационное поле, что так как многие сюда приехали рожать, получать паспорта, возможно, страна внесет какие-то корректировки в свое законодательство. Но, с другой стороны, местные жители говорят, что это не первая такая волна иностранцев в их страну. Приезжали волнами и жители других стран, так что, возможно, ничего пока и не изменится. Ну, собственно, как альтернатива, конечно же, для получения паспорта международного такого Аргентина выглядит очень привлекательно. И, конечно, многие жители, наверное, Аргентины меня могут сейчас захейтить, особенно русские, что зачем ты рекламируешь Аргентину, тут как бы своих достаточно. Ну, я в своем блоге говорю правду, хочу с вами делиться только самой свежей информацией. Также, что вас приятно удивит, кроме городской жизни и зелени в Аргентине, вас приятно удивят цены на продукты. И здесь, конечно же, невероятное вкусное мясо, овощи, вино аргентинское популярное во всем мире. Полноценный ужин с напитками, с несколькими блюдами у вас на двоих здесь будет стоить меньше, чем 2000 рублей. По сравнению с Бали, мы, конечно, очень приятно удивлены ценами здесь в Аргентине, но я еще обязательно сниму полноценное видео сравнения цен Бали и Аргентина. Обязательно подписывайтесь, и скоро выйдет это видео на моем канале. Также здесь очень приятные цены на шопинг, на спортивные марки Nike, Puma, Adidas, ну, то есть в сравнении с московскими ценами, ну, и как, в принципе, везде по России, цены будут в 2, в 3, а то и в 4 раза дешевле. И, конечно же, это очень приятно, когда ты приходишь в магазин, и ты можешь купить себе гораздо больше или потратить гораздо меньше денег на те вещи, которые бы ты покупал в России. Но это приятный бонус для мужчин. Но женщины могут столкнуться, девушки, мы, я столкнулась с этим, что здесь практически нет наших местных, точнее, популярных марок одежды, привычных для нас, такие как BeFree, там, Зарина и так далее. Здесь есть только Зара, но она, как мне кажется, в ассортименте адаптирована под местное население. Соответственно, местные магазины мне не очень понравились, то есть такое ощущение, что здесь мода таких двухтысячных. Несмотря на то, что сейчас двухтысячные опять в моде, но двухтысячные в моде в таком апгрейде, но здесь такое ощущение, что местная одежда, она, они так и не выходили, местные жители, в своем стиле из двухтысячных. Соответственно, будьте здесь готовы, что либо вам здесь носить, девушке, образ модной спортивной чики, либо привозить привычную для вас одежду с собой. Еще, если говорить про какие-то бытовые мелочи, то тут безумно странные розетки и нету наших стандартных пододеяльников, то есть одеяло кладут между двумя простынями. Это забавно, не очень удобно, не очень комфортно, но просто принимаю это как факт Аргентины, Буэнос-Айрес. Также стоит отметить местные светофоры. Здесь везде в основном односторонние движения, поэтому светофоры стоят пешеходные не со всех четырех сторон на перекрестке. Поэтому первое время я немножко путалась вообще, а как идти, и, конечно же, эти белые человечки вместо наших привычных зеленых, они такие непривычные с первого раза. В общем, для меня Буэнос-Айрес и Аргентина первую неделю оказались таким очень контрастным местом. То есть, с одной стороны, мне много чего понравилось, с другой стороны, много было бытовых проблем, сложностей, джет-лакс, вот этот вот стресс у меня. И я сначала вообще не поняла все прелести этого города. Наверное, спустя четыре или пять дней мое эмоциональное состояние достигло пика. Я расплакалась, разревелась, у меня была истерика, мне было очень некомфортно, такая грусть, печаль. Где-то одиночество я чувствовала, потому что мое социальное общение резко сократилось. И, конечно же, на фоне этого всего я не могла понять до конца вообще, нравится мне здесь или нет. И, ну, такое было очень упадническое настроение у меня. Ну, это важный урок, и я его просто приняла и поняла, что переезжая в новое место, у меня есть стресс. И просто его нужно принять, не бороться с ним, а просто понимать, что мне нужно какое-то определенное время на адаптацию в новом месте, в новой культуре. Особенно, когда есть такие большие разницы с тем предыдущим местом, где ты жил. Также мой совет и мой урок, который я прожила, то, что отдых и отпуск, это не одно и то же, как переезд на какое-то длительное время в новую страну. Ты, когда приезжаешь в отпуск, у тебя совсем другие ожидания от того места, куда ты приезжаешь. И все вот такие вот моменты, которые отличаются от твоей страны или того места, где ты жил, они воспринимаются, наоборот, с энтузиазмом. Вау, как классно, что-то новенькое. Но здесь, когда, в момент, когда ты приезжаешь в новую страну именно жить, вот как раз-таки вот эти вот все новшества, они воспринимаются с меньшим позитивом. В моем случае это со стрессом связаны, моя адаптация. Ну и просто нужно быть к этому готовым. То есть в этом нет ничего особенного или уникального. С этим сталкиваются многие. Просто нужно адаптироваться. И я считаю, я, в общем, приняла следующую позицию, что в новой стране я принимаю правила новой страны. Я гость, я приехала сюда. И я стараюсь адаптироваться под местные особенности. Окей, не могу я купить здесь такие бренды, которые я обычно покупаю в России. Ну ничего страшного, буду покупать классные вещи, буду в спорт, casual у меня будет стиль, ничего страшного. Окей, здесь не говорят на английском. Окей, начну учить испанский. От того, что я начну учить испанский, мне не будет хуже. И, собственно, это никак не противоречит моим приоритетам на жизнь. В общем, позиция не бороться, а принимать и с таким приключением, adventure, воспринимать новые ситуации, по-моему, это позиция победителя. Блин, классную локацию я нашла. Вот это вот дерево, это знак Аргентины, Бонесареса. Это дерево уже отцветает, потому что сейчас начинается уже осень, но очень атмосферно, так очень козье, очень уютно. Собственно, здесь сниму следующую часть видео. Знаете, спустя только недели я понимаю, что я начинаю распробовать этот город. Мне здесь становится больше комфортно, я выстроила свою рутину. И это тоже еще одна моя рекомендация. Если вы принимаете жизненную позицию и желаете, ну, даже не позицию, просто желаете путешествовать и пожить в разных городах, странах, я вам советую составить список тех вещей, задач, которые будут создавать ваш фундамент, рутину вашего дня. Для меня это спорт, сайклинг, для меня это завтраки в красивых местах, для меня это занятия английским, испанским. Это, знаете, такой список, который вы будете брать везде с собой. И несмотря на то, как меняются картинки, страны, города и так далее, вы всегда будете с этим списком, и у вас будет создаваться впечатление, что вот опять я пошла на сайклинг, о, классно, я дома. И это, знаете, списочек вы будете брать с собой, и дом это не место, где вы живете, это не квартира. Дом это вы, и ваш уют, ваш регулярный график жизни. И пусть дом будет ровно там, где вы есть. Обязательно напишите в комментариях ваши вопросы о жизни в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Ваши вопросы помогут создать самый актуальный, самый полезный контент на этом канале. В следующих видео мы с вами узнаем всю правду о жизни в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Инстаграмная ли это нарисованная искусственная жизнь, или здесь правда очень здорово и классно жить. Об этом мы узнаем от жителей, кто здесь очень давно живет. Обязательно подписывайтесь, этот выпуск будет очень интересный, и самая актуальная информация об Аргентине в 2023 году. Я вас благодарю за уделенное время, спасибо, что смотрите мои видео. До встречи на этом канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!